Добрый день. Компания Sengso является непревзойденным лидером в производстве многослойных мастер-морфиксов. У них были модели с 2х2, по 8х8, даже модель 10х10. Но не хватало только девяточки. И девятку почему-то выпустили позже десятки. Я естественно, как и планировал, приобрел этот экземпляр. Такая вот коробка. Код товара SY019. Все здесь по-стандартному. Открываем. Внутри ждет мастер-морфикс. И нет инструкции. Мы уже привыкли, что у Sengso в новых головоломках всегда есть инструкция. Но здесь нет. А почему нет? Да потому что она не нужна. Если вы возживали мастер-морфикс такого размера, вам желательно уметь собирать какие-то мастер-морфиксы поменьше. А если вы умеете собирать поменьше, то соберете и этот. Стоит различать четные и нечетные модели. На четных паритеты есть, на нечетных паритетов нет. А это самый большой, нечетный мастер-морфикс. У него 9 слоев. И форма, ну как у обычного мастер-морфикса. Напомню, что трехслойный мастер-морфикс. Это шейп-мод классического кубика Рубика. 3х3. Шейп-мод это значит, что взяли кубик Рубика, изменили внешний вид элементов, углов, центров, ребер. И получили головоломку, которую можно собрать по тем же принципам. Но здесь могут появляться дополнительные сложности. У мастер-морфикс есть псевдо-паритет с уголком. Из-за того, что какие-то элементы одинаковые, можно собирать немного проще. Ну и теперь форму, естественно, головоломка меняет. У меня в руках сейчас мастер-морфикс Сэнксо 3х3. Раньше была вот именно такая расцветка. Был глянцевый пластик. Сейчас же все матовое и вот в таком стиле выполнено. Девятка у меня уже давно, но я не торопился ее обозревать. Так как здесь ничего нового и удивительного нет. Так как десятка-то вышла раньше. Про нее я в видео уже снимал. Но это все уже самый большой, нечетный мастер-морфикс. И этим он может гордиться. Вращение, на удивление, неплохое. И среди других многослойных головоломок этого типа, восьмерка-девятка, он вращается, естественно, лучше всех. Так как он нечетный. А как мне кажется, он вращается даже лучше семерки. Семерка была потуже. Ну, возможно, просто завода была сильнее затянута. Неплохое вращение. Позволяет его комфортно собирать. Но не стоит забывать, что это все-таки 9х9. И поэтому нужно совмещать эти прорези, чтобы не было никаких эксцессов. Я собираю такие головоломки аккуратно. Но даже у меня одна или две детальки выпали. Когда я немного поторопился. Нужно быть аккуратнее. На канале уже есть обучающее видео по мастер-морфиксам 2х2, 3х3, 4х4 и 5х5. На более крупные я тоже планирую сделать туториалы. Но, наверное, попозже. Возможно, даже не в этом году. Немножко они мне наскучили. Поэтому и собирал я девятку так долго. А готовился к съемке еще дольше. Были головоломки и поинтересней. В общем, я скажу, что это коллекционная вещь. Которая неплохо вращается. Если вы уж купили десятку. И как у меня у вас есть и остальные. То купить ее точно можно. Также, если вы хотите крупный мастер-морфикс. Но не хотите на нем паритеты. Как бывает на четных. Специально оставил. На шестерке и на четверке. Паритет. Который на мастер-морфиксе есть. Он не решается стандартным алгоритмом PLL из 4х4. Это перестановка двух углов. И выглядит он, конечно, подлиннее. Я сам его то и дело забываю. Если долго не собираю. Поэтому, если у вас такая же проблема. То проще, конечно, купить девятку. И собирается он легко и понятно. Этап 3х3 такой уж, как в трешке. Никаких паритетов. Ну а центры собираются постепенной редукцией. Сначала собираем вот такой кусочек 3х3, как в мастер-морфиксе 5х5. Потом постепенно добавляем слои. Вот этот контур как 7х7. Ну а следующий уже как в 9х9. Ну и используем те же самые 3 циклы по перестановке центров, какие были и в меньших моделях. Если вы умеете собирать 9х9 и мастер-морфикс хотя бы 5х5, то и девятка мастер-морфикс тоже легко вам поддастся. Ну может быть нелегко и не так быстро. Но собрать вы сможете. Я, конечно, сделаю туториал. Но после того, как у меня будет куб 9х9 от Диан Шенга. Ну и спустя какое-то количество времени, пока все остальные 6х6, 7х7, 8х8 тоже это сниму. Это не такой актуальный востребованный материал, но когда-нибудь я это сделаю. Я ожидал, что лето мне будет попроще, но оказалось совсем не так. Через несколько дней я уезжаю в небольшой отпуск. Сейчас постараюсь отснять видео, чтобы они выходили, пока меня нет. И надеюсь, у меня это получится. А так мастер-морфикс вполне хорош. Собирать нужно аккуратно, но к покупке он совершенно не обязателен. Только если вы коллекционеры или хотите большой нечетный мастер-морфикс. Ну, пока у Санксо конкурентов в этом типе головоломок нет. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok